За кулисье выборов это не только работа с обращениями, встреча с избирателями и агитация. За кадром объективов остается другая, нелицеприятная сторона. До выборов в городскую дому прошли в областном центре осенью. Самым проблемным оказался четвертый одномандатный округ. Да таким проблемным, что войны за него все не заканчиваются даже спустя месяцы после подведения итогов голосования. Борис Шаляпин, избранный в итоге в городскую думу, подал в Ленинский суд на своего оппонента, коммуниста Егора Карпова, разглядев на его агитационном плакате пожарный автомобиль с логотипом КАМАЗ. За это кандидат и уцепился. Начал сначала таскать жалобы в городскую избирательную комиссию. Городская избирательная комиссия предписала необходимости уничтожения данного тиража. Потом пошли в Ленинский районный суд. В Ленинский районный суд отказал. Ну и так далее. То есть из-за одного маленького значечка КАМАЗа, который в принципе-то уж как показ практикой на выборы у нас ходит голосовать ответственное население, скажем так, старше 60 лет, да, который в принципе на плакате этого значка не увидит, да и, скажем так, молодой-то не особо приглядывается. Видно, что пожарная машина и все, да. Но вот из-за этого значка была в основном претензия к нашему кандидату. Суды двух инстанций встали на сторону коммуниста, но это не заставило на тот момент уже действующего депутата прекратить борьбу с несправедливостью. На минувшей неделе в Москве рассматривалась кассационная жалоба по этому вопросу. Во время предвыборной кампании было два суда. Один в Ленинский районный суд и обжалование в областном суде. И вот недавно 20 числа состоялся второй кассационный суд, на который я съездил вместе с юристом нашим. И кассационный суд также признал неправомерность его искового заявления. А вот что происходит, пока депутат судится с бывшим и, скорее всего, будущим. В 2020-м новая выборная гонка к конкурентам. В только что сданном сквере в московском микрорайоне, который относится к округу Шаляпина, жители находят все новые и новые недочеты. Сперва опасный памп-трек, затем детская площадка, собранная, установленная неправильно. Возможно, депутатам стоило бы проявить тоже рвение в борьбе за благополучие жителей, отдавших за них голоса, а не заниматься междуусобными войнами. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.